Всем салют, как делишки? Заканчивается мое пребывание в Литве, еду я сейчас в аэропорт. А вот и Юля в самый раз. Я только вышел, а она приехала. Вот только вы, правда, не знаете, я уже 40 минут его жду. Наконец-то я в своей машине можно заводить мотор. Всем большой привет, поздравляю всех с 8 марта. Мы собрались мы сегодня на небольшой ужин. Вроде бы никто не собирался идти, но вот в обед написали, одни знакомые, что идут, потом вторые. Поэтому, в общем, 6 человек у нас уже собралось. В Ирландии 8 марта особо не отмечают. Об этом можно судить, исходя из цен на цветы. Например, на день Валентина цены, конечно, улетают в космос. Цветы стоят нереальных денег. Какой-то левенький букетик там просят. У нас зарезервированный столик на 8 часов. Через полтора часа мне уже надо быть. Ну, по сути, я успеваю прямо с корабля на бал, так скажем. Надо еще на колонку куда-то заехать. Цена дизеля евро 33, бензина евро 37. Бензин 95. Кстати, совсем недавно начали писать, какой бензин. Обычно этого не писали. Завис на кольца. Блин, первый раз попал в пробку на въезде в Теперери. Есть такая песня ирландская. Называется Long Way to Teperari. Дальняя дорога в Теперери. Разобрались, почему пробка. Короче, ремонтные дороги полгорода перерыто. Все, сейчас, наверное, будет повеселее уже. Все, едем, едем. Ну, вот я и в Атерфорде. Слушайте, опоздал на 8 минут. Они только сейчас пришли в ресторан. Все, я на месте. Парканулся как раз недалеко от этой гостиницы. Буквально 150 метров. Так что нормально угадали с парковкой. Кстати, ночью парковки бесплатные. Платные только в течение дня с 9, по-моему, утра до 6.30 вечера. А так халява. Они уже все внутри. Идем. Не брал я цветы из машины. Не хочу туда нести, потому что там их, наверное, негде будет поставить. Уже когда оттуда выйдем, тогда и поздравлюсь в 8 марта. Вот это сама гостиница. Называется Towers Hotel. Тауэрс типа башня. Потому что вот тут башня старинная. Викингов еще стоит. Так что вот гостиница называется Towers. Потому что из-за этой башни, я так понимаю. Тауэрс типа башня. Это Крисмис. Спасибо. 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 Теперь можно... Давайте... Тосуетесь? Себе. День добрый всем. Находимся в Траморе. Жду Аню. У нее опять через полчаса. Только что пытался зарезервировать столик, но, к сожалению, не получилось, потому что у них сломалась духовка. И они ждут электрика, которая приедет починить. Какие-то предохранители вылетели или что там. В общем, у них не работает она. И поэтому обламывается этот ресторан. Сейчас пытаюсь дозвониться по соседству, который... В общем, пойдем с Аней что-то перекусим на обед. В Траморе погода сегодня, кстати, очень красивая. Небо довольно-таки чистое, солнечное, но холодно. Я тебе присылала, видела, какие были волны? Я вот здесь вот стояла. Но это были, знаешь, такие уже сумерки, поэтому не было такой яркой, ну, резкости. Да. Ну, вот прям вот такая пенная волна и так высоко. Причем ветра не было. Вот просто идет сильный прилив. И мы вот так вот. Ну, фотографии я когда увидел, сразу вообще не понял, думаю, дым, что там такое. Ну, прям огромная, да, такая белая-белая. Да, да. Я прям стояла рядом, говорила, так прикольно. Четко, я ни разу здесь еще не попадал на нормальные волны. Ну. А это ты тут ехала, когда прям заливала на дорогу? Да, вот так вот. Вот меня отторвало. Шторм был. Тогда шторм был, да. Тогда был ветер и прилив. Валатин тогда просто прилив, и очень тоже красивая волна. Пару мест зашли, все было забито, час дня. Все на обеде, у всех ланч. Место такое, место простое, столик грязный, никто не убирает. Пиццу готовят, заказали пиццу, пепперони. Тут все, в этом месте все максимально просто. Все по-домашнему. Все по-домашнему, чайник огромный, такой грязный, посмотри. После... Не грязный, но ржавый. Ну, его даже не прикрали. Ржавший. Он не заварился, он не заварился. Это мне, это мне. Мне в самый раз. Я что-то на чай подсел. Уже четвертый или пятый день просто вот завариваю дома чай. Обычно чай редко пью. Не обещай его. Я раньше кофе там и все, или там водички. Сейчас что-то у него чай, 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 чай. Ты знаешь, как вкусно чай заваривать? Кипятешь молоком? Завариваешь кипятеном молоте? Спасибо. Спасибо большое. Что, вообще не старелая пиздец? Да? Да. Пиццария. Выбрались с Аней в кинотеатр, идем на фильм, на боевичок. Хотели сходить на ужас, но, к сожалению, был только один сеанс в пять часов вечера. Очень странно для ужаса. В пять часов вечера, кстати, ужас всегда обычно идет последний. Слишком страшный. Слишком страшный. Давайте покажем этот фильм пока еще светло, да? Чтобы люди нормально смогли добраться домой. Ну, в общем, идем на фильм с Лием Нисоном. Лием Нисон. Лием Нисон. Ирландец, кстати. Ну, имя ирландская. Это актер, который снимает с фильма «Заложница», первая, вторая, третья. Ну, он из Северной Ирландии, он не совсем ирландец. Бритиш. Он Бритиш из Северной Ирландии. Ну, в общем, хороший актер, поэтому пойдем посмотрим. Окей, here's the deal. Switch off your phones. Finish your conversations. Yeah, that does mean you two in the middle row. Yeah, okay, I see ya. Sit back, clear your mind, and relax. Всем доброе утро, друзья. Сегодня последний день Масленицы и также прощенное воскресенье. Поэтому простите нас с Аней за все, если что не так. Мы просим у вас прощения. Как говорится, как говорится, Бог простит, и я прощу, да? Так что, если вы передо мной хотите извиниться, я вас тоже всех прощаю. Аня приготовила шикарный сегодня стол. Напекла самого сранья блинов. Икорочка, сметанка. В общем, все как надо. Все по фэнкшую. Сейчас будем завтракать и провожать последний день Масленицы. Зимы. Масленицы тоже. Правда, зимы и Масленицы. И потом, возможно, после этого завтрака, если погода не будет хуже, чем сейчас она есть, мы поедем, наверное, на пару пляжей, съездим прогуляться. Был дождь. Сейчас вроде бы налаживается, но очень сильный ветер. Поэтому пляжные прогулки могут легко отмениться. Но будем смотреть. Будем смотреть по ситуации. Так что, Аня, спасибо тебе за этот прекрасный стол. Я думаю, что самое время сейчас начать нашу трапезу. Делаем небольшую рокировочку. Аня садится за руль, а я смогу вам вещать из этого пассажирского кресла. По погоде вполне ничего. В машине сидишь, теплая печка, солнце светит в глаза. Просто идеально. Но на пляже, я думаю, будет холодновато. Такое ощущение оно есть. Присутствует. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Блэк. Играет музыка. Тут не реальный ветер, поэтому ничего вы не услышите. Мы просто наложим музыку и сделаем красивую картинку. Решили спрятаться от ветра, тут немножко по-дебильному, вот ветер вот дует оттуда, а мы вот сюда спрятались. Проправляемся назад в машину, не совсем комфортно здесь сидеть, не по погодке одеты. Замшевые сапоги, ты, по-моему, немножко комфортно. Погодные. Так что место красивое, но, к сожалению, просто оделись не по погоде, да и сильный ветер. Было бы немножко теплее куртка, можно было бы еще и походить. Знаете, ходишь по городу, вроде не холодно, а выезжаешь на такой пляж и уже совсем другая температура. Люди пишут, Андрей, катайтесь, снимайте все подряд. Интересно все, просто как катаетесь, как просто с камеркой ходите везде. Ну это один человек написал, может остальным это неинтересно, но в любом случае мы так снимаем все. Все снимаем без напряга, я не люблю снимать, не люблю готовиться там сильно. Я снимаю просто от души, спокойно, иду с камеры вот на расслабоне и вот мне это так нравится. Я не хочу напрягаться в своих видео и делать что-то принудительное. Тут со всех сторон красивый вид, ехали туда, там пляж, ездим вот назад, тут уже город Трамор. Тоже офигенный пляж, да. Здесь очень много серфинга, кстати. Да, если любите серфинг, Трамор это то место, куда приезжают люди. Со всей Ирландии, даже с других стран, наверное. Там и нет, с других стран приезжают в северную Ирландию. А, да? Там Таня во ту сторону. Может быть. Там Атлантика, здесь Кельтское море, здесь дорогие волны. Если бы не было ветра, было бы вообще идеально. Ну, что говорить еще, только март, начало марта, середина практически еще. Холодно, зима ирландская. Ну, март всегда холодный, в марте снег, кстати, в Ирландии. Уже не первый год. Ага. Какого-то праздник? Всегда здесь шары, всегда. Гринхаус, а это гостиница. Вот, остановились возле кафе под названием Пир. Пир в переводе это причал, я так понимаю. В общем, Аня говорит, что хотела бы сюда как-то заехать. И вот мы сюда заехали. Сейчас кроме шубчика ляпнем. Вот и сели возле самого окошка. Спасибо. Что будешь пить? Минераловый кафе. А? Минераловый кафе. Минераловый кафе. Ну и, в общем, я хотел рыбный суп, но его, к сожалению, нету. Поэтому я особо ничего не хочу. Мы не так давно завтракали. Ань, ты будешь что-нибудь? Сможешь десерт? Хочешь какой-нибудь? Будем. Дрогнем. Граёные стаканы. Кружечки, кстати, такие уютные, домашние. Тебе еще, наверное, рано, да? Не рано. А я, знаете ли, себе налью очень неудобные чайнички. Видишь? Ну что, закончили мы нашу трапезу в этом месте. Не знаю, если сюда заедете, оцените качество другой еды. Мы так и ничего не пробовали. Но выглядит вполне ничего. Такие завтраки сервирует картошка. По-домашнему выглядит картошка. Яйца жареные с мясом. Может быть и вкусно. Мы пробовали какой-то пирог, торт, что-то. Ну так. Короче, что я хочу сказать. Это очень необычно, что нету супа. Потому что почти в каждой забегаловке, баре, в Ирландии всегда есть суп какой-нибудь. Я хотел суп рыбный, чаудер. Тут его не было, к сожалению. Поэтому я не удовлетворил свою потребность. В общем, перекусили. Сейчас едем... Куда мы едем? А, придумали новое место. Поедем... Не новое, в смысле, я там не был. Посмотреть. Что? Дольмен. Дольмен. Что такое дольмен? Следите дальше. Мы на месте. Там стоял указатель поворот направо на дольмен. Смотрите. Здесь частная территория. Забор такой. Живут люди. Ну, выглядит отсюда, что там какой-то хороший такой дом, богатый. И вот маленький проход сделали для посетителей. Для тех, кто хочет посмотреть. То есть, это как народное достояние выходит какое-то. И люди могут ходить, смотреть. Гаулстаун долмен. Гаулстаунский долмен. Гаулстаунский долмен. Так, читаем. Это национальный монумент. Это национальный монумент. Это национальный монумент. Это по-другому комиссионерам общества, для государства и проведения по-другому комиссионерам общества. Гаулстан. Гаулстан. то это гробница выходит. Старинная. Старинная. Не на себе старинная, она старее пирамиды. Ну да, ну. Не старинная. Хорошо, не старинная, хорошо. Это гробница средневековая. Ну да, многовековая. 4000 лет до нашей эры. Ну много веков, ну 20 веков назад. А, до нашей эры? Вот она 4000 лет. То есть ей выходит, то есть ей 6000 лет. Гробница в смысле. Давай спросим у наших многоуважаемых зрителей, что вы думаете по этому поводу, что такое дольмен и действительно ли это была определенного типа границы, граница, гробница. Как вы думаете? Выглядит красиво, завораживающе на самом деле. Я сейчас понял, что первый раз возле такого сооружения стою. И да, сейчас они тут порассуждали, подискутировали немножко. Делал ли это человек? Неизвестно. Может это так же, как и пирамиды. Было сделано всем другими существами, инопланетянами, либо не знаю, людьми, которые жили до нас, которые погубили сами себя. И мы сейчас просто ходим, как обезьяны и пытаемся разг... Пожалуйста, помедитировать. Пытаемся... Медитировать. Мы пришли к дольмену, а ты деревья обнимаешь. Ну, подожди. Я знаю, но я просто размышляю по поводу этого дольмена. Ты меня сбила с мысли. Так вот, мы сейчас... И мы сейчас ходим, как обезьяны и просто пытаемся разгадать загадки древности. То, что было построено до нас. Хотя, тогда это казалось таким простым. Но эта конструкция сооружения, она вообще непонятно, что к чему. Камни, огромный валун такой, или как это называется? Ну, что-то кусок скалы, блин. Он даже не обчесан, его чисто куску лежит. Видно, что его не обрабатывали толком. Поставили как есть. Либо он просто уже... Ну, нет. Пирамиды-то стоят. Крематорий. Крематорий. Ну, а зачем такой огроменный вверх? Мы только что смотрели. Зачем усложняли? Да, да, да. Нет. Так вот, в этом-то и фишка. Мы можем предположение и догадаться... Предположение и догадок у нас может быть тысячи. А для чего на самом деле все это было? Интересно, интересно. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет этого и по этому поводу. Будет интересно почитать. Потому что я знаю, среди вас очень много умных и начитанных людей. Интересное место. Короче, если вам интересны такие места, как Дольмены, погуглите. Я уверен, что в интернете вы увидите и карты, и где находятся. Сможете посетить. Понравилось мне это место. Что-то как-то так полегчало даже, да, на душе. Постояли немножко, потрогали камни, обняли сани деревья. Сами пообнимались немножко. Продолжение следует...